Мы бы ограничились бы тем же, чем ограничивается США. Но если мы будем искренними, то ответ на этот вопрос будет отрицательным. А если мы еще и посмотрим в историю, то мы найдем очень много примеров того, что нет, не останавливались. В том, что почему роль Масхадова принижают, чем роль Дудаева? Почему про Масхадова не говорят, хотя Масхадов вел более сложную и тяжелую борьбу, чем Дудаев? Мои русские братья, понимаете, ислам и держитесь за истину. Томсо, вопрос к тебе. Штаты такие же империалисты, как Россия, Китай и Европа, тоже такие же кафиры. Согласен, мы русские, с нами Аллах. Нет, не согласен, там немножко другая тема. Соединенные Штаты Америки это реально супердержава. И как и любая супердержава, они, конечно же, экспортируют какие-то свои ценности. Это свойственно вообще любой державе. То есть разница в чем между Россией и США, что эти хотят стать такими и вести вот этот экспорт русского мира в данном случае. А те и таковыми являются, то есть они и так являются мощной супердержавой, которая бы, если бы она была такой же, как Россия, то она бы сегодня вела бы, ну, очень серьезно напрягала бы этот мир. Америка, она немножко по-другому действует. У нее, конечно же, это не какая-то белая и пушистая страна, которая реально там хочет принести счастье всему этому миру. Нет, ну, хотя в своем понимании, возможно, да, для них, может быть, это и есть какое-то принесение счастья, да. Но она просто какими-то другими методами, более мягкими, не такими жесткими, агрессивными, как Россия, она все же делает, навязывает свое понимание этого мира, свои ценности, навязывает этому миру. И, ну, у нее есть на это возможность. И было бы странно, если бы она этого не делала. Это было бы очень странно. Является ли это предметом для обвинения? Ну, я думаю, нет. Потому что каждый из нас прекрасно понимает, что любой из нас, оказавшись на месте США, имея такие же возможности, которые имеет США, мы бы ограничились тем же, чем ограничивается США. Просто задайте себе этот вопрос. И, ну, если мы будем искренними, то ответ на этот вопрос будет отрицательным. А если мы еще и посмотрим в историю, то мы найдем очень много примеров того, что нет, не останавливались. Поэтому надо просто принимать это как данность. Надо понимать, что любая, как бы, страна, имеющая такие возможности, являющаяся супердержавой, она будет навязывать свои правила, она будет распространять, экспортировать свои ценности. И нужно просто с учетом этого, как бы, маневрировать, пытаться, пытаться как-то отстаивать свои интересы и жить в этом мире. Но с Россией ее сравнивать это неправильно, потому что Америка это далеко не такая страна, как Россия. Несмотря на то, что можно приводить там примеры каких-то даже военных агрессий с стороны США, иногда даже просто по надуманным причинам, как, например, Ирак. Однако США, по крайней мере, свои военные преступления, которые, безусловно, солдаты американские тоже совершали, или даже какие-то военные ошибки, которые США совершало, они, в отличие от России, их признавали всегда. За них могли извиниться, выплачивать компенсации, то есть такие моменты, которые просто невозможно представить с российской стороны, вообще невозможно. Россия никогда не совершает военных преступлений. Но нет ни одного случая, где Россия бы признала кому-то что-то там выплачивала, вообще такого нет. Поэтому это, ну, это совершенно разные страны. В Америке есть вот эта система сдержек противовесов, там нет такого, что какой-то царь, он что-то захотел, что-то сделал, такого нет. Там этому царю, президенту Соединенных Штатов Америки, ему приходится постоянно взаимодействовать с другими ветвями власти, добиваться каких-то разрешений, там и так далее. То, чего не приходится делать вообще в России. В России все устроено по-другому. Как решать вопросы с территориями между Кавказскими республиками в случае независимости Северного Кавказа? До того, как русские вторглись сюда, с этим не было проблем. Однако их ошибка отразилась и на нашем восприятии. Ну, как минимум, мораторий должен быть. Вообще никаких вопросов, связанных с землями, не решать. Наложить на них мораторий, пока мы какую-то структуру не организуем. А затем все эти вопросы должны, если мы в состоянии их решить, они должны решаться с помощью создания комиссии. В общем, исключительно мирным путем. Если никак не получается эти вопросы решить, то просто тупо взять и заморозить. Просто убрать эти вопросы, отложить их решение, или, я не знаю, эти приграничные какие-то спорные территории, сделать на них какое-то общее администрирование. Короче, как угодно эти вопросы надо решать, но исключено должно быть какое-то силовое воздействие. И все. Я думаю, это не проблема. На самом деле, если убрать оттуда российский интерес, то неужели мы не сможем решить эти вопросы? Неужели между нами будет какой-то предметный спор по этой теме? Допустим, Дагестан и Чечение. Это постоянно приводит в пример какие-то приграничные районы. Да, есть вопрос Ауха. Но вопрос Ауха – это не вопрос спора. И в Дагестане все прекрасно понимают, что Ауха – это Чечение. Всегда была, при Мамате была. То есть, это не вопрос спорный. Здесь нет какого-то предмета спора. И там это прекрасно понимают, что это никакой не Новолак, это никакой не Казбековский. Это Ауха. Ауха – это Чечение. Но если есть какие-то там еще приграничные районы, где, скажем, какое-то село, или даже не село, а сельхозземли, какие-то поля. Вот тут, значит, раньше здесь было вот так, а сейчас стало вот так. И какие-то споры, допустим, по этой теме идут. Неужели это тот вопрос, в котором мы не сможем договориться? Я считаю, что в таких вопросах я лично думаю, что мы, чеченцы, даже бы не стали вообще как-то сильно по этим вопросам напрягаться. Томсо, почему роль Масхадова принижают, чем роль Дудаева? Почему про Масхадова не говорят, хотя Масхадов вел более сложную и тяжелую борьбу, чем Дудаев? Я не знаю, кто принижает роль Масхадова. Если вопрос ко мне, если ты считаешь, что я как-то принижаю, то я не соглашусь. Ничью из них роль не принижаю. Всем им отдаю дань уважения. Всех их люблю. Все они являются героями для меня и для нашего народа. И какой-то хит-парад среди них, там, да, топ, я устраивать никогда не буду. У каждого была своя роль, был свой какой-то промежуток времени, в который эти люди себя очень достойно проявили. Да помилуйте их всех, Всевышний Аллах. Субтитры подогнал «Симон»